Мы можем воспользоваться той лембой, которую мы доказывали про точки кантеровского множества. Можно явно вычислить, зная судьбу, можно явно вычислить к одному от этой точки. Давайте я даже это сделаю. Смотрите, мы знаем, что у нас будущая судьба задает, позволяет нам выбирать вот эти вертикальные полоски. То есть она ограничивает нам текстовую координату. Оказывается, что иксовая координата описывается таким образом. Это есть омега 0, значит 2 омега 0 разделить на 3 плюс 2 омега 1 разделить на 3 в квадрате плюс и так далее. Я напишу здесь многоточие, оно будет означать, что у нас есть бесконечная сумма. А игрековая координата точно будет образоваться таким образом. Точно все правильно. Точно что? Все правильно. Ну, если у вас есть, так сказать, содержательное возражение, то скажите им. Ну, плюс отпустительное используется. Вот этим используется. Это скорее погрешность вот этой записи. Точнее, эту запись нужно было написать одним из двух способов, я написал этим. Но, кстати, это хорошее замечание. Смотрите. Давайте посмотрим. У меня омега 0 позволяет нам выбрать один из вот этих двух отрезков. То есть, на самом деле, у нас наше омега 0 это, на самом деле, первый отрезок нашего разбиения. То, что здесь соответствовало омега 1. Поэтому, да, все правильно. Но просто немножко обозначения сменились. То есть, когда я сейчас лепшу формулу для игрока, будет понятно, что этого нельзя было избежать. 2 омега минус 1 разделить на 3. То есть, плюс 2 омега минус 2 разделить на 3 в квадрате. То есть, это будут такие бесконечные суммы, бесконечные ряды. Но они позволяют нам однозначно задавать наши точки. Итак, значит, я сейчас сформулировал и наметил доказательства следующее утверждение. Что судьба однозначно задает точку. Что двум разным точкам будут соответствовать разные судьбы. А попутно мы поняли, как устроены точки, у которых есть бесконечная судьба вперед и назад во времени. И это такие точки, которые лежат вот в этих самых наших очень тоненьких кантеровских множествах. У которых иксово-й иксово-координаты лежат в таких тоненьких кантеровских множествах.